я приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале этим видео открывается небольшая серия для скажем так подраздел распаковок посылок с международных торговых площадок в основном конечно с алиэкспресс вот предполагается что их будет некоторое количество не уж заказаны идут вот так как канал имеет в той или иной степени оружейную люку около оружейную тематику той посылки соответственно будут так или иначе связаны с оружием ну может быть еще с каким-то активным отдыхом или что-то в этом роде итак первая посылка с торговой площадке алиэкспресс вот это моя самая первая посылка то есть не просто на видео а и в общем и целом у меня конкретно то есть как-то я долго не занимался покупкой за рубежом ну конкретно в китае на алиэкспресс не знаю почему тормозил может быть чего-то боялся может быть чего-то не понимал но в общем и целом вот она самая первая посылочка пришла ко мне пришла достаточно быстро прошло меньше месяца значит что внутри заводить интригу типа вот не знаю сам что внутри самому интересно не буду потому как у посылки есть трек номер мне его прислал продавец за посылкой я следил то есть я замечательно знаю что внутри плюс к этому я ее уже открывал на почве для того чтобы проверить содержимое ну в общем и целом все это было упаковано где-то подобным образом в карам в пакетике больше ничего не все это мы убираем чтобы не мешало значит такая прямятенькая коробочка вот выглядит следующим образом если вдруг кому интересно я не знаю что это за штрих-код может быть это указание на товар честно говоря вот куплено было мной вот такая вещь значит ниже в комплекте в пакетике что-то шестигранный ключик что это такое это планка по умному она называется адаптер с со стандартно ну по умному адаптер в народе просто называется переходник переходник с стандарта крепления ласточкин хвост то бишь 11 миллиметров на стандарт подкрепление вивер пикатине вот значит как это вот вот так это все выглядит планочка сделана полностью из какого-то сплава или может быть алюминий диралюминий металлические у нее только крепежные винты вообще ну внешний осмотр показывает что планочка сделана достаточно аккуратно здесь нигде нет никаких ни царапин ни сколов все ровненько так красиво покрыта краской то есть в общем и целом сделано на уровне стоит какие-то совсем небольшие деньги что-то в районе 7 долларов вот почему куплено именно в китае может быть если бы где-нибудь в украине я нашел подобную планку ну и плюс к этому еще и по вменяемой цене я бы не заморачивался с заказом из китая купил бы здесь но так как здесь этого как так вроде как и не найдешь а если найдешь что стоит это каких-то просто сумасшедших денег вот решил напрямую заказать из китая ссылочку где покупал дам в описании под видео значит основные технические характеристики у планочки таковы что ее общая длина 124 миллиметра вот здесь длина вот здесь 70 миллиметров длина вот здесь 100 миллиметров вот заказана она была для установки на вот такое помповое ружье хатсан эскорт аймгард и почему именно такая планочка то есть их на самом деле даже здесь в украине было пруд пруди но там где вот эта часть предназначенная для крепления к ласточки новому хвосту была сплошная и это конечно очень хорошо но вот именно это ружье я честно говоря не знаю другие модели типа эскорт мпс или да и вообще другие модели не держал в руках не могу сказать но именно на этом ружье место для крепления выглядит следующим образом вот оно как бы с прерывом вот здесь то есть вот здесь небольшой участок вот здесь небольшой участок для того чтобы закрепиться планочкой переходником и как бы длина вот это не позволяет то есть как бы существуют естественно коллиматорные прицелы которых изначально которые изначально предназначены для крепления к ласточкиному хвосту вот к такому типу крепления но вот здесь его настолько мало или вот здесь что как бы и прицел то до путя не закрепишь посадочные места у них значительной шеи поэтому без вот такого переходничка мне никак не обойтись ну и плюс к этому как бы стандарт крепления вивер пикатинни значительно более распространен чем стандарт крепления ласточкин хвост и так значит теоретически она должна стать сюда без проблем ну теоретически это я думал даже тогда когда его покупал сейчас мы попробуем сюда установить вот для начала ключиком который идет комплекте нужно немножко отпустить вот это крепление и вот это вот и сейчас будем пробовать все это прикрепить к ружью дело ну для начала что могу сказать что вроде бы она сюда слава богу без проблем становится это уже хорошо потому что честно говоря думал что вот этой части позадочного места вот эта часть будет мало и она не закрепится ну теперь я вижу что все в порядке планочка сюда стало то есть и теперь собственно нужно и только закрепить значит крепится она тоже без каких-либо проблем сначала поджимаем слегка слегка а потом равномерно зажимаем уже основательно отсюда отсюда ну что ж планочка стала вроде бы без всяких проблем вроде бы даже ровно вот держится крепко не люфтит вот так выглядит в общем и целом вот то есть как по мне просто замечательный выбор для подобного ружья то есть ну на самом то деле плана кто много и таких которых я рассказывал где посадочное место вот здесь сплошное и честно говоря да есть даже планки которые без подобного посадочного места предназначены для установки прямо на ствольную коробку в них есть отверстия которые служат для закрепления их но для этого придется сверлить саму ствольную коробку честно говоря на своем же этого делать не хочу даже не потому что переживаешь мы и кривые руки здесь что нибудь напортачат просто них не хочется изначально как бы коробку ослаблять это останутся эти отверстия то есть на тот момент если вдруг планочку придется вместе с прицелом снять эти отверстия придется придумывать чем их заглушить и вообще как бы если их не глушить то тогда внутрь механизм начнет попадать какая-то грязь может быть влага это не очень хорошо ну от этого варианта я отказался и вот эта планка это на самом деле очень даже выгодный вариант ну как по мне ну судите сами вот плюс ее в том что как бы она оставляет возможность ее просто напросто снять если например нужно идти на охоту да где не очень удобно использование коллиматорного прицела если существует привычка целиться по стандартной прицельной линии по мушке вот то как бы с помощью вот этого нехитрого приспособления который идет комплект из планка ее можно без проблем снять вот и пользоваться выцелиться из ружья классически вот точно так же где-нибудь на каких-нибудь пострелушках или я не знаю или тренировках планочку можно одеть и пользоваться уже каким-либо коллиматорным или оптическим прицелом вот в общем и целом покупка я полностью доволен еще раз напомню если вдруг это кого-то заинтересует ссылочка будет в описании под видео вот за всем на этом я с вами прощаюсь спасибо вам большое за внимание смотрите мой канал подписывайтесь на новые видео если вам видео нравится ставьте ваши лайки если видео не нравится делитесь своими замечаниями в комментариях я постараюсь всем ответить спасибо вам большое за просмотр всего вам доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч в следующем году в следующем году